Друзья, всем привет! Хочу рассказать вам про двигатель CACSA, как говорят САХА. Это модификация малообъемной серии EA111, двигатель турбированный, 1.4 TSI, 122 л.с., 200 Нм крутящего момента. Двигатель 4-цилиндровый, также вес его составляет 126 кг. В моем случае он установлен на Volkswagen Passat B7. Автомобиль в связке с этим двигателем чувствует себя прекрасно. В городе его мощности хватает с головой. На трассе набирает скорость плавно и уверенно. Не сказать, что пуля при обгоне, но и не тупой. Ресурс этого двигателя составляет 300 тысяч километров, как заявляет сам Volkswagen. Этот двигатель очень популярный и надежный, хотя имеет некоторый косяк, про который я расскажу вам чуть позже. Такая модификация двигателя устанавливалась на очень многие авто, такие как Seat, Audi, Skoda и, конечно же, Volkswagen. На данный момент Volkswagen заменил этот двигатель на более новый, а именно на модификацию CZ-C8. Уже 125 л.с. и вместо цепи устанавливается ремень. Давайте пройдемся по нескольким пунктам. Расход. В городе и зимой реальный расход бензина 9,5-10 литров, смешанный 7,5-8 и трасса 5,5-6. Летом эти показатели, конечно же, чуть ниже. Бензин я заливаю сюда 95 или 98, но не ниже 95. По маслу. На форумах некоторые люди пишут, что у них есть жор масла. Лично у меня двигатель масла не берет. Возможно, у каждого это по-разному и зависит от конкретной эксплуатации автовладельца. ТО я делаю каждые 7000. Масло я заливаю Liqui Moly TopTec 4205W30. Зимой на холостом ходу прогревается не очень. Например, я запускаю двигатель 2 минуты, он работает на холостом ходу и потом начинает движение. А вот уже в движении двигатель начинает отлично прогреваться. Стоять и греть по 20 минут, или же делать как я, или же запускать двигатель и сразу ехать, решать, друзья, конечно же, вам. Итак, какие плюсы в двигателе? За 194 тысячи километров пробега в этом двигателе менялась только цепь. И все. А вот сама цепь и является минусом. Эта цепь начинает растягиваться и ее уже нужно заменять. Есть случаи, что случается перескок цепи и гнет клапана. А это уже капиталка. Опять же, растяжение цепи может быть у каждого по-разному. Это может быть и 50 тысяч, и 80, и 150. У меня, к примеру, при 194 тысячи была замена. Как понять, что цепь растянута? Первое – это звук треска цепи. 2-3 секунды при запуске двигателя. Окна для проверки натяжителя, как, например, в двигателе 1.8, в этом двигателе нет. Поэтому можно проверить через программу «Вася диагност». Как это сделать, у меня есть видео на канале. Нажмите вот где-то здесь. А также я добавлю ссылку в описании на это видео. Переходите и смотрите. Там есть вся информация, как проверить растяжение цепи. А также там есть каталожный номер отличного ремкомплекта для замены цепи. Этот ремкомплект я устанавливал себе, так как в этом ремкомплекте идет базорегулятор, который отдельно стоит дороже, чем весь этот ремкомплект. Кто знает, тот радуется. Кто не знает, тот, к сожалению, очень много переплачивает. Вот, например, при минус 1.56 такое состояние цепи. А вот уже новая цепь. Разница, конечно, большая. По поводу замены самой цепи расскажу кратко. Весь процесс замены длится от 5 до 7 часов, не больше. Никакие сутки или двое, как говорят на разных СТО. Сам двигатель снимать не нужно. Надо будет только закрепить двигатель и снять левую опору. Далее делаем замену цепи и все, что идет в ремкомплекте. Кстати, здесь натяжитель не такой, как на двигателе 1.8. Тут нет зубчиков. В натяжителе стоит пружина, которая толкает поршень под давлением масла. Дополнительно, что надо будет докупить, это прокладку крышки, болты и герметик. А также обязательно передний сальник коленвала. На этом все, друзья. Если вам это видео было полезно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И, конечно же, если есть вопросы, пишите в комментариях. До встречи!